Одним из самых распространенных способов повысить плодородие почвы является, конечно, внесение перепревшего навоза. Но что делать, если черное вонючее золото не достать? Или стоит оно, извините, как настоящее золото? В таком случае на помощь придут сидираты. Более того, сидираты не только повысят плодородие, но и оздоровят, и оккультурят вашу почву. То есть убьют сразу трех зайцев. Но не всякий сидират выполняет все эти три задачи одновременно. Для каждой из них есть свои наилучшие кандидаты. И сейчас мы с вами поговорим о том, какой сидират лучше всего выбрать для вашей конкретно задачи, как правильно их посеять и каких ошибок обязательно нужно избежать, чтобы ваша работа не пропала впустую. Итак, в нашем ролике мы с вами будем разбираться с сидиратами от А до Я. Итак, сидираты это самый экологически чистый, безопасный и доступный способ оккультурить, удобрить и оздоровить почву. Но как это сделать? Правильно. И вообще, что значит оккультурить почву, оздоровить или удобрить? Не всем достаются участки с хорошей обработанной оккультуренной почвой, на которых уже не один год или десяток лет выращиваются овощи, травы или растет сад. Нет, часто людям достаются залежи, заросшие дерниной, заросшие опасными сорняками корневищными, с которыми бороться очень и очень сложно. Можно, конечно, взять гербицид, но это не всегда здорово и не всем это подходит. В таком случае на помощь придут сидираты, которые образуют мощный ковер зелени, который подавляет и пырей, и крапиву, и множество других сорняков. В этом нам помогут, как ни странно, рожь. Дело в том, что она по своему происхождению еще недавно тоже была сорняком, который засорял посевы пшеницы. Поэтому, если у вас есть проблемы с сорной растительностью, есть смысл посеять под осень рожь. Она взойдет, уйдет в зиму, весной даст отрастание. Дайте ей, пожалуйста, заколоситься, дайте ей пройти этот цикл, и поверьте, сорняков станет намного меньше. Второе растение, которое образует мощную просто массу зелени, это редька масличная и горчица белая. Только соблюдайте нормы высева. Если вы посеете их слишком редко или слишком густо, то эффект получится не очень хороший. Вам нужно, чтобы зелени была просто масса, чтобы она задавила все сорняки на корню в прямом смысле слова. Окультуривание подразумевает также связывание рыхлых почв, песчаных, и наоборот, разрыхление тяжелых глинистых, суглинистых, заплывающих почв. И здесь следует учитывать такие моменты. Для рыхлых песчаных почв мы выбираем сидираты с хорошей, богатой, мочковатой корневой системой. Это может быть та же самая рожь, другие зерновые. Зерновые с бобовыми, например, вика овсяной смеси, они еще в придачу обогатят бедные почвы азотом. Об этом мы поговорим чуть позже. И эти сидираты, как только они отрастут на 10-20 сантиметров, главное не давайте им зацвесть. Почему это важно в конце нашего ролика? Мы должны перепахать. На рыхлых песчаных почвах сидираты можно высевать даже несколько раз на сезон. Я бы сказала, даже нужно высевать несколько раз за сезон, каждый раз их запахивая. Таким образом вы создаете в почве запас органики, которая под воздействием почвенных микроорганизмов превратится в гумус. Это раз. А во-вторых, таким образом мы еще и оздоравливаем почву. Делаем ее насыщенной почвенными микроорганизмами, которые и создадут гумус, тот самый волшебный элемент плодородия любой почвы. На тяжелых же почвах как раз наоборот. Нам нужны растения с мощной корневой системой. Например, горчица белая. И сеять ее можно даже под зиму. И ни в коем случае не скашивать, не запахивать. Вернее, скосить можете, но перепахивать под зиму не стоит. Почему? На тяжелых почвах есть проблема в том, что образуются слежавшиеся комки, такие агломераты, в которые корням других растений, даже червям дождевым не хочется пролезать. Но корни пронизывают их, разрыхляют. И когда мы оставляем корневую систему, как есть, под зиму, по этим корням вглубь почвы поступает воздух, поступает влага. Они перегнивают и разрыхляют тяжелые почвы. Весной вы можете перепахать и увидите, насколько легче она станет. А если повторять на тяжелых почвах эти приемы раз за разом, то уже на второй-третий год вы увидите, что почва из тяжелой глины превратится в плодородный суглинок. Это оккультуривание. Следующая задача – это удобрение. Конечно, можно использовать минералку, но минералка, минеральное удобрение, к сожалению, не очень хорошо сказывается и на почвенной микрофлоре, и на ее способности образовывать гумус. Наоборот, чем больше мы сыпем минеральных удобрений, особенно если сыпем, не задумываясь, не соблюдая нормативы, дозировки, тем меньше гумуса в ней. Когда же мы сеем сидераты, например, редьку маслячную, фацелью, рапс и так далее, мы обогащаем почву вот этим самым гумусом, запахивая, мы обогащаем ее органикой. А если мы будем сочетать посев сидератов, их запахивание с внесением в почву, триходермы, сенной палочки, то процесс образования гумуса намного ускорится, а почва значительно оздоровится. Для улучшения плодородия почвы, конечно, желательно выбирать растения с мощной надземной массой, а также обратить внимание на бобовые, особенно на легких почвах, о чем мы уже говорили чуть раньше. Дело в том, что бобовые – это растения, которые способны фиксировать атмосферный воздушный азот. Благодаря клубенькам на своих корнях, они его поглощают, там живут бактерии. Бактерии поглощают воздушный азот и переводят его в органическую форму, которая становится усвояемой для растений. Что можно посеять? Бобовые – это у нас бобы, это горох, это вика. Можно делать вика овсяная или горохово-овсяная смеси, чтобы этим вьющимся растениям было удобнее расти, ведь им нужна опора. С опорой они дают самую лучшую массу. Это может быть люцерна. Она тоже образует хорошую, мощную корневую массу, которая не только обогащает почву азотом, но и разрыхляет ее. А теперь представьте, использование бобовых, плюс перепахивание, плюс внесение микробных биопрепаратов – все это вместе поспособствует тому, что в течение буквально пары лет даже самая бедная почва станет приносить хорошие урожаи и обогатиться гумусом. Мы уже не раз говорили, что основа плодородия – это не просто содержание азота фосфорокалия. Нет, это в первую очередь содержание гумуса, гуминовых кислот. Они образуются под воздействием почвенных микроорганизмов, но для этого сначала нужно, чтобы в почву попала органика, растительная органика, и тогда плодородие будет только расти. Для бедных, сухих и кислых почв идеально подходит люпин узколистный. Благодаря глубокой корневой системе он способен достать воду с самых низких горизонтов. А большая масса органики, большая надземная часть, обильная – это прекрасный источник гумуса, который вы запашите в почву, и это значительно обогатит ее питательными веществами. И, наконец, оздоровление. Это уникальная функция, присущая только сидератам, и то не всем из них. Что значит оздоровление? В почве всегда присутствуют не только полезные микроорганизмы, но и болезнетворные. Возбудители трахеомикозного увядания, вертитилиоза или фузариоза. Возбудители килы капусты. Вот, кстати, у меня проблема, вот выкопала. Вялое растение, оказывается, на корнях развелась кила. Это значит, почва заражена ее возбудителем. Различные корневые гнили, плюс нематоды, плюс личинки насекомых-вредителей. Справиться с этим помогут тоже сидераты. Например, мы все помним, что справиться с нематодой хорошо помогают бархатцы. Ну, сейчас я их сеять не буду, у меня их просто нет, еще семена не выросли. Но следующей весной я их обязательно подсею. С нематодой также хорошо справляется рожь. Посмотрите на эти зернышки. Жито. Это жито способно вернуть жизнь, здоровую жизнь, на ваши участки, на вашу землю. Для защиты от трахеомикозного увядания, от фузариоза, вертитилиоза, обязательно используйте сидераты из семейства крестоцветных. Это горчица белая. Ее золотисто-желтые зернышки прорастают в почве и формируют огромное растение с мощной корневой системой и мощной листвой, которые не только разрыхляют почву, не только обогащают ее гумусом, но и благодаря эфирным маслам, которые все горчичные крестоцветные выделяют, оздоравливают его от опасных возбудителей корневых гнилей и увядания. Таким образом, подбирая сидераты, мы можем вылечить почву, превратить ее из песка в хорошую огородную землю, плодородную, сделать ее рыхлой, рассыпчатой, удобной для нашей обработки. А сейчас переходим к некоторым очень важным моментам, которые обязательно нужно знать, ведь при неправильном подходе использование сидератов может навредить. Нельзя выращивать на одном и том же месте родственные культуры, будь то овощные или сидераты. Почему? Потому что у них одинаковые вкусовые предпочтения, то есть почва будет обедняться одними элементами, а другие наоборот будут накапливаться. Поэтому обязательно чередуйте сидераты из разных семейств. Если у вас росла капуста, редька, дайкон, не сейте после них редьку масличную, рапс или горчицу, посейте рожь, либо фацелию, либо виковсяную смесь, любое другое бобовое растение, люпинус колистный, например. Таким образом, происходит смена видов растений, не происходит накопление болезней и вредителей, а наоборот идет оздоровление. Следующий момент. После посадки овощных культур, которые требовательны к плодородию почвы и очень сильно ее истощают, то есть у них очень мощный вынос питательных веществ с урожаем, сеем сидераты, которые наоборот обогащают почву элементами питания. Например, кто такой прожорливый? Капуста, лук, тыквенные, они выносят очень много с собой элементов питания из почвы, истощают ее. Поэтому после них желательно сеять бобовые, которые будут наоборот насыщать почву и гумусом, и элементами питания, тем же самым азотом со своих корневых клубеньков. После томатов и перцев, которые тоже хорошо обедняют почву, истощают ее, посейте, пожалуйста, горчицу белую. Ведь томаты, перцы это посленовые, а горчица это крестоцветные. Таким образом, нет конкуренции, зато есть оздоровление. Ведь на помидорах и на перцах, к сожалению, с фузариозным увяданием, я думаю, многие сталкивались, как и на тыквенных. Вот после тыквенных тоже можно посеять горчицу белую, особенно если у вас были проблемы с фузариозным увяданием огурца либо тыквы. Следующее. Не позволяйте сидератам обсеменяться. Очень часто можно увидеть такую картину. Грядка, растет морковь, либо растет капуста, другие овощи, и там всем прорастают растения рапса, мощные, красивые. Это значит, вы позволили завязаться семенам, они попали в почву, и сидерат может превратиться в эдакий сорнячок. Мы этого преследовать не должны, поэтому как только зацвели ваши сидераты, либо скашиваем, либо скашиваем и запахиваем в землю, чтобы осеменение не произошло. Более того, оптимальный период именно запашки перед цветением, когда в растительной массе, в зеленой массе скапливается максимальное содержание, максимальное количество питательных веществ. Ведь все силы в этот момент растения направляют на цветение и будущее завязывание семян. И, наконец, четвертое. Не допускайте перерастания своих сидератов. Если они у вас зацвели, завязали семена, то все питательные вещества ушли именно в них. Огрубевшие стебли очень плохо перегнивают, а количество зеленой массы соответственно значительно уменьшается. В таком случае пользы от выращивания сидератов будет заметно меньше. Соблюдайте сроки скашивания. Вот это четыре основных правила для всех сидератов без исключения, которые помогут вам получить максимум пользы от их посева на своих грядках. Многие спрашивают, а когда же можно сеять сидераты? Если честно, проще сказать, когда нельзя сеять сидераты зимой. Можно сеять с ранней весны до поздней осени, если речь идет о зимой ржи или о зимом рапсе, которые успеют образовать до холодов розетку листьев, перезимовать и весной опять начать вегетацию, наращивая зеленую массу. И еще важный момент, дорогие садоводы и огородники. Сидераты можно и нужно сеять несколько раз в году, как только у вас появляется свободная земля. Вот здесь у меня участок, на котором рос лук. На его части мы посадили землянику садовую, а здесь по соседству с капустой, которая заболела вот этой вот нехорошей болезнью, я буду сеять рожь, я хочу оздоровить почву. Можно также посеять и фацелию, она совершенно из другого семейства и тоже будет способствовать оздоровлению почвы от этого опасного заболевания. Но запомните, чтобы ваши сидераты действительно хорошо развивались, почва должна быть влажной. Чтобы растение проросло, ему нужна влага. Поэтому, если почва сухая, пролейте ее. И первое время понадобится один-два полива, особенно если нет дождей, чтобы из семян успело развиться более-менее крупное растение с хорошей корневой системой. А вот дальше им уже ваша помощь не понадобится. Они прекрасно справятся с поставленной задачей, оккультурят, оздоровят, удобрят почву и принесут пользу вашему саду и вам лично. Ну а семена всех этих сидератов и многих других, а также средств защиты, вы можете купить в наших магазинах про цветок на Кирово-3 и Куйбышево-69 в городе Минске. Обязательно заходите. Закрепляем пройденный материал. Первое. Никогда не сеем культуры, овощные или сидеральные, из одного семейства друг за другом. Особенно это касается крестоцветных. Редьки, редиса, рапса, капусты, горчицы. Второе. Не допускайте обсеменения сидератов, иначе все силы уйдут в семена. Третье. Не допускайте перерастания сидератов, иначе стебли огрубеют, и в них не будет никакой пользы, они очень плохо перегнивают. После посева сидератов позаботьтесь о том, чтобы хотя бы один раз полить, а дальше растения справятся сами. А на этом я хочу попрощаться с вами, и надеюсь, что наш урок по сидератам пойдет вам на пользу. Прответания вам и вашему саду, и до новых встреч на нашем канале.